На днях еще в каникулярную пору в окрестностях Екатеринбурга случилось ДТП, которое стало для его единственного участника, он же виновник, он же пострадавший, поводом для видеотчета, настолько пропитанного оптимизмом, что поневоле задумаешься о чем-то крамольном. Вообще не понял, как это произошло, но сделал пару уверенных кувырков, и машина в полное говнище. С Новым Годом, что называется! Впрочем, единственный крамол тут заключается лишь в фамилии персонажа. А заряженность и веселуха, так и брызжущие на зрителя, легко объясняются родом его занятий. Андрей Крамолин у нас видеоблогер. Понятно, что такое грандиозное событие, как вылет его икстрейла с трассы в кювет с кувырками и более сложной эквилибристикой, не имело ни малейших шансов не стать темой для сюжета, причем изрядно пропитанного мистикой. Мало того, что куча потенциально убийственного железа, который он вез на дачу при кульбитах, не превратилась в шампру, а он, соответственно, в шашлык, так тут еще и машина с ним стала прощаться. Видимо, не надо мне вторую машину свою продавать было. Немножко жаль, но только нос пострадал. Еще и песни игра. Это не случайно с нецом. На этом мы немного тормознем селфи-пиарщика, явно склонного к перебору по части мистики и прочей эзотерики, и плеснем чутка сермяжного реализма с предысторией. Молодой человек решил стать ближе к земле, то есть замутить земледельческий видеоблог. Для того, чтобы являть подписчиком жизнь свободного человека на свободном наделе, он продал однушку в Заречном и купил наполовину ближе к Екатеринбургу хату с огородом аж в 150 соток. Туда и ехал, чтобы геодезически это землевладение оформить, произвести съемку местности, а в качестве колышков вез на участок на рубленную арматуру, считая копья или стрелы, которые не только в мать-сырую землю способны вонзиться. Сзади меня лежали металлические прутики, которые я заехал только в перестройку, нарубил. Лежал огромнейший нож в багажнике, который, когда все повылетало из машины, оказался у меня на правой руке, но ничего не поранив и не задев. Арматура вылетела через задние стекла и через передние, через мой затылок пролетев. В общем, вариантов не то, что до участка не доехать, а вообще больше никогда и никуда не ездить было предостаточно. Но мои ангелы-хранители и высшие силы решили, что мне нужно продолжать двигаться вперед. Я понял, что это было в действительности. На 95% уверен, что это мой кармический должок с прошлой жизни, который я думаю, что закрыл уже. Оптимизма, которого у нашего персонажа и без того было на целый взвод припасено, добавляет то, что у него осталось еще Хонда Цивик, хотя и малополезное для будущего свободного фермера. О, братан подъезжает моя сменная машина. Вот теперь буду на ней двигаться. И то, что скоро он с этой своей аварией не просто закроет долги с гештальтами, а вообще будет по уши в ресурсе, когда войдет в историю. Вот здесь меня подкинуло, вот все это расстояние я пролетел, здесь нет следов никаких вообще. И вот здесь я прилетел на крышу, перевернулся два раза и уперся в ту сосну. Прикиньте, я в книгу рекордов Гиннесса могу войти по человеку, который пролетел кверху ногами в машине. Такое расстояние и только разбил нос себе.